Христос Воскресе Победителям конкурса творческие наборы их подготовил спонсор благотворительный фонд «Перспектива». Фонд, созданный при поддержке губернатора, сотрудничает с гимназией с 2016 года. Накануне учебному заведению подарили станки – токарные, фрезерные – для работы по дереву, металлу. Деревянные заготовки, сделанные на новых станках, пригодились для конкурсных поделок. Нам очень приятно, что наша дружба с православной гимназией уже продолжается. Уже не первый раз мы реализуем какие-то проекты именно в этом учебном заведении. Много сладких подарков ребята получили. И творческие наборы, так как конкурс был творческий, конечно, мы решили не отступать от заданного темпа, заданной тематики. И подарили всем победителям, где-то у нас девочки, творческие наборы. Пусть мастерят и дальше. Накануне во всех храмах региона прошли праздничные богослужения. Сотни православных пришли и в возрожденный храм святых апостолов Петра и Павла в Дубне. Вместе со всеми Светлое Христово Воскресенье крестным ходом встретил Алексей Дюмин. Храм построен заводовладельцем Дубинского чугуноплавильного завода Алексеем Масоловым. В 1906 году храм осветили и в нем начались службы. Но в 1932 его закрыли. В помещении в советское время был заводской клуб, музыкальная школа, дом творчества и даже редакция местной газеты. Лишь в 2001 году храм был восстановлен и возвращен верующим. Многие в этот день встречали Пасху дома, вне зависимости от того, считают себя верующими или нет. Тулики пекли куличи, красили яйца. Всех вместе объединяют общие традиции, культура и помогают быть друг другу немного добрее и терпимее. Надежда Милюхина, Роман Тюкин, Первый Тульский. Субтитры создавал DimaTorzok